В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! Журналисты телекомпании «Город» уже готовы рассказать вам о главных событиях этого понедельника. Вот некоторые темы выпуска. Очередной провал. Дорога в районе Кремлевского вала вновь ушла под землю. Стихия бушует. Выходные погода не порадовала рязанцев и даже напугала. Быстрее, выше, сильнее. В Рязани прошла сдача нормативов ГТО. 27 июня на дороге, проходящей вдоль Кремлевского вала, из-за повреждения коллектора образовалась огромная дыра. Движение на данном участке было перекрыто, а центр города на пару дней буквально парализовало. Однако уже к четвергу все работы были окончены, движения открыты, и автолюбители вздохнули с облегчением. Как оказалось, ненадолго. Подробности очередных провалов у Романа Дворецкого. Полный провал. По-другому сложившуюся ситуацию описать нельзя. Асфальт на участке дороги, проходящий вдоль Кремлевского вала, снова ушел под землю. Это уже третий подобный случай за неделю. Напомним, первый раз огромная яма в дорожном покрытии образовалась во вторник 27 июня. Тогда последствия аварии устранили за сутки. И в интервью нашей съемочной группе пообещали провести все необходимые исследования, чтобы понять, существует ли вероятность новых обрушений. По данной аварии, по данному коллектору будет у нас произведено внутреннее расследование, по которому будет сделано заключение. Также будет произведена телеинспекция всех участков по этому коллектору. И уже на основании этого будет нами принято решение о дальнейшей замене каких-то участков, которые находятся, если находятся в аварийном состоянии. Все уже решили, что история продолжения не получит. Однако уже в пятницу 30 июня на том же участке дороги земля вновь ушла из-под колес. Пока власти города ситуацию комментировать не готовы, а тем временем движение в центре города вновь оказалось парализованным. Стоит отметить, что это уже не первый случай провалов асфальта в городе. Так, в 2015 году на площади Победы в час пик асфальт ушел под землю. В тот раз аварию устранили быстро. Здесь же движение на месте провала перекрыто на неопределенный срок. И пока идет выяснение всех обстоятельств череды провалов, всем автомобилистам в городе при планировании маршрутов придется учитывать перекрытую дорогу у Рязанского Кремля. На какой срок она стала недоступна, неизвестно. Порой создается впечатление, что вскоре вся Рязань окажется под землей. Где-то асфальт уходит из-под колес внезапно, а где-то покрытие разрушается на протяжении долгого времени, образуя огромные ямы. Именно с такой проблемой столкнулись жители Дашковой песочни. С ними пообщалась Алена Куколева. Отремонтированная улица Большая и дорога в Рязанском районе. Много лет она вся была в ухабах, а сколько пробитых колес и испорченных нервов осталось в ямах, не сосчитать. Жители песочни ликуют. Похвастаться хоть одной дорогой с таким ровным покрытием может не каждый район города. Правда, хорошее настроение длится недолго, и разочарование наступает, стоит только свернуть с главной дороги. Здесь действует негласное правило. Чем дальше во двор, тем глубже яма. И пока большие дороги улиц постепенно приходят в должный вид, во дворах от дороги остается только одно название, а впечатление создается, будто едешь после бомбежки. Говорят, лето выдалось дождливое, и вода размывает асфальт. Впрочем, зимой обвиняют снег. А пока виноватой остается погода, местные автолюбители остаются без колес. И чем дальше, тем проблема приобретает более грандиозный масштаб. Мы во дворе дома 54, корпус 1, на улице Касимовское шоссе. А дорога сама, пожизненно, сколько я хожу сюда, я тоже в этом районе, постоянно яма на яме. Она никому, она как бесхозная. За дорогой следил. Сколько здесь живем, тут дороги никогда хорошей не было. Только начнутся выборы, так залатают. Проходит две недели, как будто и не делали ничего. Куда ничего и девают. В возмущении у горожан нет предела. Как нет предела и количеству ям на этой дороге, пролегающей сразу через несколько дворов. Но лидером, среди прочих, является вот эта дорожная беда. Не все водители даже решаются здесь ездить. Осторожные даже не решаются проезжать этот подъем. Пострадавшие положили в яму шину, коробки, доски, как знак для привлечения внимания. Попав в яму, в ней можно застрять. Они краешком не могут, а если вчера женщины с детьми прям постряли, вытаскивали их. Да, сзади прицеп и назад. Это страшное дело, патастрофа. Ее глубина и размеры впечатляют, а лужа скрывает ее настоящую опасность. Объехать ее получается только у местных и самых опытных. Не надо, не надо, не надо, не надо. Да я бы, конечно, вырвался, но не буду. Очень печально все у нас здесь. Ужас. Я когда поеду здесь, больше не поеду. Всегда попадаю в нее, всегда колеса, ходовка. Сколько лет я езжу эту яму? Ой уж, нет, 10 точно, как не больше. Ее просто засыпают, ее размывают, и опять яму все больше и больше. Мы не раз показывали в своих сюжетах эту дорогу и обращали внимание именно на эту яму. После каждого выхода проблемные места засыпали щебнем или кусками асфальта. Как будет на этот раз, покажем в следующих выпусках. Рязанское отделение Межтопэнергобанка приостановило работу. Кроме того, перестали функционировать и банкоматы. Как сообщили в офисе банка, обслуживание приостановлено по причине сбоя в работе программного обеспечения. На сайте банка сообщается, что Межтопэнергобанк испытывает проблемы в проведении расчетов и платежей в связи с нехваткой доступной ликвидности. Главной причиной потери ликвидности банк называет распространение негативной информации о его финансовом состоянии. 30 июня Интерфакс сообщил, что Межтопэнергобанк приостановил работу с физическими и юридическими лицами в целом по банковской сети. По словам сотрудника, наличных денег в банке нет. Обслуживание по вкладам и кредитам в настоящее время приостановлено. Лицензия ЦБ на данный момент не отозвана. Межтопэнергобанк занимает 107 место по размерам активов в российской банковской системе. Кредитная организация является участником системы агентства по страхованию вкладов. МРОД приблизится к прожиточному минимуму. Зарплаты бюджетников переведут на карту МИР. Качество продуктов можно будет проверить с помощью смартфонов. Об этих и других законопроектах, которые вступили в силу с 1 июля, расскажет Алена Куколева. Теперь у россиян есть выбор – оформлять электронные, больничные или бумажные. В первом случае поликлиники смогут экономить, а пациенты уже никогда не потеряют такой документ. Электронный документ хорош тем, что больше не понадобится по нескольку раз ходить в поликлинику, чтобы исправлять ошибки в листах, переоформлять их или выписывать новые в случае потери. Ежегодно выявляется более 2 миллионов больничных, оформленных с ошибками. У россиян также появилась возможность проверять легальность своих покупок, а заодно получать и хранить электронные чеки – крайне полезная опция для контроля за расходами. 1 июля вступили в силу новые требования, которые обязывают торговые предприятия, в том числе те, которые работают в интернете, перейти на более современные контрольно-кассовые аппараты с функцией передачи данных в Федеральную налоговую службу. Российские банки с 1 июля обязаны использовать только национальные платежные инструменты при операциях с деньгами бюджетников. Речь идет о выплатах денежного содержания, зарплатах работникам гос. и бюджетных учреждений, а также пенсиях и стипендиях. В течение года картами МИР должны быть обеспечены и работники бюджетных организаций, которые сейчас пользуются картами международных платежных систем. Минимальная зарплата выросла с 1 июля до 7800 рублей. До этого дня она составляла 7500 рублей. Это значит, что за полный рабочий день продолжительностью 8 часов нельзя будет платить меньше этой суммы. В субботу 1 июля состоялась конференция Рязанского отделения КПРФ. На повестке дня стоял один единственный вопрос – выдвижение кандидата на должность губернатора Рязанской области. Кто же будет представлять партию на выборах в сентябре? Расскажем в следующем сюжете. Третий этап 41-й конференции Рязанского отделения коммунистической партии был проведен с единственной целью – определиться, кто будет представлять КПРФ на выборах губернатора Рязанской области, которые состоятся 10 сентября. Единственным кандидатом, предложенным делегатами, стал Владимир Федоткин. Пост губернатора должен быть достаточно известный, достаточно раскрученный, опытный, авторитетный, подготовленный товарищ. Таким у вас сегодня является первый секретарь областного комитета. Несомненно, его уважают и в Центральном комитете, и, естественно, его поддерживает организация, если он у вас является первым секретарем. В Рязанской области нужно наводить порядок. Нужен честный, порядочный человек, которого знает в Рязанской области. Это Владимир Николаевич. Он и доктор наук. Он, значит, дважды возглавлял законодательное собрание Рязанской областной думы. У него огромнейший опыт. И, естественно, с командой, которую он подберет, они смогут решить эти проблемы. Большинством голосов выдвинутую кандидатуру поддержали. После окончания конференции Владимир Федоткин рассказал нам о тех проблемах, на решении которых планируется сделать акцент в предвыборной программе. Среди них проблемы в сфере ЖКХ, здравоохранения и образования. Возникает вопрос, а почему у нас многие вопросы решаются хуже, чем в Владимирской области? Почему хуже, чем в Липецкой области? Они в таких же условиях страны находятся, как и мы. Значит, многое зависит не только от центра в Москве, но и от местной нашей власти, от региональной нашей власти. И здесь у нас специально есть предложение, по которым, я думаю, мы можем на свои плечи взять задачи и решить их. Также программа предполагает общую оценку состояния Рязанской области и ее долгов. Включает предложение по промышленности и сельскому хозяйству. Напомним, выборы губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября. И сейчас мы уже с уверенностью можем сказать, что все партии определились с кандидатами на пост главы региона. Минувшие выходные и последний рабочий день прошлой недели принесли жителям центральных регионов ветреную и дождливую погоду. В Москве в результате урагана, прошедшего в пятницу, несколько человек погибли, есть пострадавшие. Рязань встретила шквалистый ветер в районе 6 часов вечера 30 июня. И, как выяснилось, многие из горожан и гостей города были совершенно не готовы к происходящему. Вечером в пятницу в Рязани небо резко затянуло черными тучами. С самого утра на сайтах метеослужбы были предупреждения о предстоящем дожде. Однако, как городские службы, так и местные жители будто бы не верили в прогноз. Александр Феоктистов приехал в Рязань из Подмосковья в гости к своим родственникам. Днем он провел время на природе, а к вечеру, прогуливаясь по городу и фотографируясь с достопримечательностями, решил посетить еженедельный праздник на Почтовой. В момент, когда он подошел к сцене, поднялся шквалистый ветер. Было довольно неприятно, потому что стоял вот этот шатер, поставленный для выступления ансамбля. Его буквально ветром сносило. Ребята, вот в самый момент, они успели спасти его от того, чтобы он не свалился вообще. Тем только, что они отвязали веревки, и шатер этот потерял парусность. Однако до этого организаторы все же пытались каким-то образом проводить праздник на Почтовой, выдавая грамоты в честь Дня молодежи на раскачивающейся сцене. Вот под этот вот сильный ветер и начинающийся такой штормовой ситуацию, люди получают награды. Люди получили награды, там видно, как они убегают уже, когда уже просто стал раскачивать всю эту конструкцию. Люди просто убегают все с этого места, потому что была действительно опасность того, что их могло просто вообще накрыть. И ситуация была действительно угрожающая. В это время праздник полностью потерял свою актуальность. По словам Александра, взрослые начали переживать за детей, старались их подозвать к себе и вместе спрятаться в соседних зданиях. Больше всего мне понравилось, как реагируют военные, полицейские. Они вообще совершенно невозмутимо стояли, смотрели на все это дело. Они только придерживали фуражки. Ливень, который после ветра обрушился несколько раз на город, принес массу неудобств жителям. Однако он не так страшен, как сильные порывы ветра. Загадка остается, как было принято решение о проведении праздника на Почтовой, где множество людей были подвержены опасности. Ведь, напомним, метео-предупреждение о непогоде было озвучено заблаговременно. Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции. В понедельник утром в нашем городе прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине создания службы ГАИ ГИБДД. Праздничные мероприятия были организованы в Рязани в расположении отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД. Перед строем сотрудников начальника УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Николай Пелюгин поздравил рязанских дорожных полицейских с профессиональным праздником и наградил отличившихся сотрудников и ветеранов службы. В завершении торжественного мероприятия состоялся парад служебных автомобилей ДПС ГИБДД. О роли госавтоинспекции в обеспечении порядка на дорогах мы говорим регулярно, а в этот раз решили познакомить вас с сотрудником специализированного взвода, функции которого входит сопровождение высокопоставленных гостей региона, а также обеспечение порядка на дороге при перевозке детей в детские лагеря. Анна Герцовская продолжит. Мерседес бизнес-класса, рация, по которой передается ориентировка. За рулем опытный сотрудник ГИБДД, который уже 9 лет служит в спецподразделении. Он с улыбкой смотрит на тот автомобиль, который в прошлом позволял выполнять оперативные задания. Вы сами видите, какое было прошлое. Это модели нашего производства. Они с честью несли такую же службу, как и с честью. Сейчас внесем и мы на этих автомобилях. Для сопровождения высокопоставленных гостей региона теперь требуются более мощные и маневренные автомобили со специальными сигналами, проблесковыми маячками и громкоговорителем. Президента мы встречали и сопровождали. Картедж и премьер-министра тоже встречали. На удалении на одну машину велик. Также занимаемся охраной и перекрытием, когда приезжают в другие районы области. Патриарх недавно посещал тоже. Ребята выезжали, обеспечивали безопасность, передвижение по Касимовску району. Для того, чтобы попасть в спецвзвод, необходимо пройти обучение, иметь хороший опыт вождения автомобиля и зарекомендовать себя на службе. У нас есть одна девушка, хотя я думаю, это единственная девушка в практике спецвзвода. Она также наравне несет службу. Также она закреплена за автомобилем, также она вправе сесть. Ну, конечно, жалеем, командировки ее не отправляем. Сотрудники спецвзвода совершают большие командировки в Северокавказский регион, Ставропольский край. В этом случае они сопровождают колонны с сотрудниками силовых ведомств и структур к месту несения службы. В летний период занимаются сопровождением детей в детские лагеря. Но бывает, что выходят в рейдовые профилактические мероприятия по выявлению грубых нарушителей. С того доходило, что останавливаешь запах изо рта, покраснение. Ну, тогда, соответственно, понимаешь, что он выпил. Для того, чтобы освидетельствовать его, требуются понятые. Останавливаешь понятого, ведешь его и понимаешь, что и понятой, оказывается, тоже выпьешь. Ну, я же не скажу до бесконечно. Ну, такие случаи были. Такие моменты запоминаются курьезностью и комичностью. Но, как говорит Игорь Рюмин, это смех сквозь слезы, поскольку пьяный человек за рулем – настоящий преступник. Однако в последнее время количество таких нарушителей сокращается. И сотрудники госавтоинспекции делают все для того, чтобы порядок на дороге был не только в сопровождаемых колоннах, но и в обычных ситуациях. Каждый из автоинспекторов универсален. И если будет такая необходимость, то и этот «Мерседес» отправится в погоню за нарушителем, которому будет не уйти от лошадиных сил этого автомобиля и опыта сотрудника спецподразделения и его напарника. Комплекс ГТО становится все более популярным в Рязани области. Об этом говорит статистика. Так, с 2015 года и по первые полугодия 2017 в выполнении норм ГТО приняли участие около 5000 человек. В очередной раз выполнить нормы комплекса «Готов к труду и обороне» можно было 3 и 4 июля на базе спортивного комплекса «Химик». Вот уже третий год подряд в спортивном комплексе «Химик» проходит спортивный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 3 июля здесь стартовала сдача нормативов с 1 по 11 ступень. Ступени обозначают возраст сдающего. Так, самое первое – это дети от 6 до 8 лет. А последнее – 11-е – мужчины и женщины старше 70. Появление здесь ребят 5-6 ступени, то есть школьников, на фестивале не редкость. Так, в прошлом году приток учащихся был огромный. К тому же сдача тестов дает большое преимущество – от 3 до 10 баллов к результату ЕГЭ. По словам директора спортивного комплекса Виктора Горшкова, с погодой не повезло впервые. Но дождь не остановил забег на 3 километра. Выполнение тестов ГТО разбито на 2 дня. 3 июля выполняются испытания комплекса по легкой атлетике, силовой подготовке и гибкости. Притом принять участие в выполнении норм ГТО может любой желающий. Любой житель может записаться, зарегистрироваться на сайте ГТО, получить свой ID номер индивидуальный. И, соответственно, наши инструктора подскажут, как регистрироваться. У нас на сайте размещены те календарные дни, когда проходит фестиваль. И может спокойно прийти с заявкой и выполнить норму ГТО. Захаров Илья сдал уже 7 нормативов. Прыгнуть в длину с места у него получилось аж на 3 метра. По отжиманиям норматив он также перевыполнил. Сейчас Илье осталось последнее испытание – метание гранаты. Он признался, что не занимается в спортивных секциях. Однако посещает тренажерный зал. Вся его жизнь была неразрывно связана со спортом. Говорит, что как только узнал о выполнении тестов ГТО, медлить не стал. Я даже не раздумываясь, сразу записался, зарегистрировался на сайте. Я сдам и просто дальше буду продолжаться заниматься спортом, что я делал раньше. А вот Нарбиса Дулоева выполняет нормативы уже не в первый раз. В прошлой произошла неприятность. Результаты девушки попросту не записали. И теперь приходится пересдавать все с нуля. Ее занятия вольной борьбой помогают в подготовке. После получения знака отличия Нарбис останавливаться не собирается. Элементарно сдавать для себя эти нормативы. Мне как бы это радость приносит. То, что я с каждым разом все лучше и лучше. В этот раз у меня и результаты лучше были, чем в тот раз. Для себя даже интересно это все. Всего с 2015 года и по первой полугодии 2017-го в выполнении норм ГТО приняли участие 4834 человека. За все три года знаки отличия золотого уровня получили 511 человек. С такими результатами Рязань занимает второе место по стране. Люди стали относиться к своему здоровью. И хотят выглядеть и стильно, и красиво, и чтобы было. Поэтому норма ГТО. То есть это как бы человек хочет себя проверить. Вот как он физически выглядит. То есть приходите, сдавайте, проверяйте свои способности. Студенты-архитекторы оформили зал под названием «Рязань» в одной из гостиниц города. В нем разместились работы, которые выполняли первокурсники в соответствии с учебными планами, осваивая навыки черчения. Объектами изображения были выбраны рязанские памятники архитектуры, которые изобразили вручной графике с соблюдением всех пропорций. Оценить, что получилось, позвали экспертов и журналистов. В гостиничном комплексе «Старый город» открылась галерея с чертежами памятников архитектуры. Их создали студенты первого курса Рязанского политехнического института. У руководства гостиницы сначала были сомнения в успехе проекта. Однако результат превзошел их ожидания. Акция удалась на 120%. Честно сказать, мы немножечко даже сомневались, не то чтобы не верили, но сомневались в том, что студенты-первокурсники, которые по большому счету делают только самые первые шаги в профессии, смогут на таком качестве выполнить эти работы. Но результат превзошел в ожидании. Все 18 студентов, которые были задействованы в этом проекте, каждый из них сделал очень достойный чертеж. Стоит отметить, что работа, проделанная студентами, достойна отдельных похвал. Они вручную перечерчивали схемы зданий, соблюдая правильность пропорций и форм. В галерее можно найти знакомые всем здания. Например, Рязанский окружной суд, театр на Соборной, здание Рязанской областной думы и многие другие. Это здание крестьянского подземельного банка. Работа шла долго, усердно. Самое сложное было, наверное, это точность и отмывка. Здание, которое изначально было построено как городская приходская школа в начале 20 века. Ну, со временем я не знаю, что с ним происходило, но теперь там находится Иргул. Работали мы больше 100 часов. Я даже не знаю, сидели иногда ночами, днями в институте по 12 часов. Самым сложным было все сделать в срок и аккуратно вычертить, обвести тушью. По словам организаторов проекта, все 18 студентов с кафедры архитектуры и градостроительства подошли к работе со всей ответственностью. В конечном итоге они остались довольны результатом. А в гостинице появилась отличная галерея. Таким увидели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну, а мы с вами прощаемся до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Субтитры создавал DimaTorzok